Я хотел бы позже поговорить о внутренней политической ситуации в России, но вот есть еще тема, которая касается Израиля. С удивлением я увидел, что в этом году в топ-50 самых влиятельных евреев по версии Иерусалим-Пост вошел Евгений Пригожин. Евгений Пригожин вошел посмертно на 50-м каком-то бонусном месте, образно говоря, на 51-м или 52-м. Однако примечательно, что в этот раз не попал в этот список Владимир Зеленский, хотя в прошлом году возглавлял этот список. На первом месте генеральный директор компании искусственного интеллекта, Энтони Блинкен там есть, и на втором месте нынешний действующий премьер Израиля. Хотелось бы ваше мнение, как думаете? Знаете, я не видел эту публикацию, и для меня это очень удивительно, потому что кто сказал, что Пригожин это вообще еврей? Ну там объясняется, что якобы у его отца какие-то корни были, ну вот такое какое-то объяснение. Значит, по израильскому законодательству еврей, который сознательно перешел в другую веру, в христианство, он евреем перестает быть. В давние времена, когда была такая повальная религиозность среди евреев, то если кто-то переходил в христианство, выкресты их называли, кто-то становился выкрестом, его родня сидела по нему поминки, буквально в смысле сидели по нему поминки, как по умершему. И, соответственно, мы видели могилу Пригожина, я не знаю его биографии, он, насколько я знаю, всегда тщательно скрывал, если у него и были еврейские корни, то он никогда это не афишировал. Фамилия Пригожина, она не является какой-то такой явно еврейской, да, и, ну, мы знаем Иосифа Пригожина, который еврей, но есть и Пригожины, которые при этом не евреи, да, и, кроме того, на его могиле стоит абсолютно православное надгробие, православный крест, поэтому, ну, я не знаю, я, когда эту могилу увидел, я думал, что хоть эта участь минула еврейский народ. Поэтому я не знаю, кто вообще решил, что Пригожина является евреем, то же самое, кстати, в адрес Владимира Соловьева, да, который выступает всегда от имени еврейского народа, выступает от имени жертв Холокоста, при этом он никакой не еврей, он православный христианин, мы видели, как он в крещении ныряет в прорубь, в убийство крестится, да, ну, какой же он еврей? Это, как бы, ну, с моей точки зрения, как абсолютного атеиста и светского человека, религия – это личное дело каждого человека, но, понимаете, в христианстве, ну, наверное, наши зрители не очень знакомы с этим вопросом, вот любой человек может перейти в христианство, есть обычный универсальный обряд, если это делает еврей, то обряд проводится отдельно, есть такой обряд, который называется «отречение от жидовства», то есть человек дает клятву перед своим богом, что он больше не является евреем, после этого только, после того, как он клянется, что он больше не еврей, и после этого его крестят, и он становится христианином. Вот Владимир Соловьев и Евгений Пригожин покойный перед богом, да, они крестились наверняка во взрослом возрасте, перед богом они клялись, давали богу клятву, что они больше не евреи, и, соответственно, я их евреями считать отказываюсь. Ну, кроме того, что они мне глубоко неприятны, да, и хотя есть много евреев, которые мне глубоко неприятны, но их, я считаю, евреями отказываюсь. «Джерузалим пост», я не видел лично этого рейтинга, «Джерузалим пост», в принципе, серьезное издание, но я не знаю, по каким критериям они этот рейтинг вообще составляют, и почему они Пригожина причислили к евреям, я не знаю, мне трудно судить по этому поводу, надо углубиться в эту публикацию, но вне всяких «Джерузалим пост» нет никаких сомнений, что самый известный, самый влиятельный сегодня, не только еврей, но и вообще президент, а самый влиятельный политик сегодня в мире, это один из самых влиятельных, это Владимир Зеленский, вне всякой принадлежности к национальности, вероисповеданию и всему остальному. Друзья, ваше мнение оставляйте по поводу темы сегодняшнего обсуждения в комментариях, если не поставили лайк этому видео вначале, сделайте это сейчас, вот прямо сейчас, перед тем, как мы будем переходить к следующей теме. О внутренней политике в России поговорим, ну а, скажем, о внутренних политических процессах, околополитических процессах, появились новые кадры с главой Чечни Кадыровым. На них он, значит, в компании сначала руководителя Росгвардии выложили такое видео, должны были, по данным российских СМИ, это видео опубликовать ранее, однако на этих кадрах там очень плохо выглядел Кадыров, он очень медленно разговаривал, и в тот момент это видео решили заменить публикацией, вот как раз видео с сыном Кадырова, где он избивает подозреваемого в СИЗО. Сейчас об этом отдельно поговорим, но вслед сходу сразу же появились официальные новые кадры, значит, там Кадыров вместе с Путиным сидит, вот, рассказывает ему, как всегда, о победах на фронте, значит, о убийствах украинцев, и говорит, что если мы ваш приказ не выполним, нам в этом государстве не жить, конец цитаты, вот такое, значит, так вот начитался Путину. На Путине, кстати, часы крупным планом показаны для того, чтобы, видимо, еще раз подчеркнуть, что это было снято вот-вот, незадолго до публикации. Первый вопрос, который мы до того, как перейдем к теме обсуждения с видео с сыном Кадырова, в целом, да, изначально Кремль отмалчивался, очень неохотно комментировал вообще все истории, связанные с Кадыровым. Когда у него якобы было ухудшение здоровья, Песков говорил, Кремль не больница, справок не выдаем. Потом его спросили, Пескова спросили про видео с сыном, он говорит, не хочу это комментировать, и все, и просто вот больше никаких объяснений не дал. Как считаете, почему действительно вот тему Кадырова, Кремль, вот до публикации этого видео с Путиным, так долго избегал, скажем так, комментировал неохотно? Ну, опять же, у меня нет какой-то такой внутренней информации, но давайте попытаемся констатировать какие-то факты, которые мы можем констатировать. Кадыров не появляется, да, то есть доказать, что Кадыров жив, можно было за три секунды, он просто мог бы снять селфи так, чтобы определялась геолокация, и время, когда эта фотография сделана, мог бы сказать пару слов и так далее. Все это похоже на то, что нас кормят какими-то консервами, либо пытаются каким-то образом это дело закамуфлировать. Вот эти кадры с Путиным, там он тоже как-то его снимает со стороны, и, ну, я не могу сделать однозначного вывода, что на самом деле это подтверждает то, что Кадыров жив. Если Кадыров мертв, то наверняка там стоит вопрос о преемнике, наверняка там решаются какие-то вопросы между околокадыровскими приближенными, и кого-то должны сделать преемником. Разумеется, если... Этот процесс преемничества, извините, может быть связан как раз с публикациями видео с сыном Кадыровым? Вероятно, вероятно, потому что Кадыров же тоже как-то разоткровенничался, что он первого русского убил в 16 лет, да, вот его сыну, сколько ему, 17, кажется, этому, Адаму Кадырову, да, и вот он, ну, он пока еще не убил на камеру, но если убьет, то я думаю, что Кремль тоже это дело проглотит и объяснит, что никаких законов нарушено при этом не было. Вот этот звонок Собчак и попытки Собчак доказать, что он жив, это все очень-очень странно, очень странно, ведь Собчак могла, как опытный блогер, она могла, тем более, что это было по видеосвязи, и наверняка это не был какой-то спонтанный звонок, конечно, она могла это записать, дать какой-то фрагмент или звуковой, или видео, то есть, как бы, это очень просто было бы доказать, но она почему-то публиковала его старую фотографию, какую-то стенограмму части их телефонного разговора, ну, все это, как бы, наводит на подозрение. С другой стороны, постоянные слухи о том, что Кадыров мертв, они, конечно, могут дестабилизировать ситуацию в Чечне и во всей России. Поэтому из этих соображений, если бы он действительно был жив, то я думаю, что Кремль в пять секунд сказал бы Кадырову опубликовать видео, чтобы ни у кого никаких сомнений не осталось, потому что даже на уровне сомнений, даже пусть он жив, но на уровне сомнений в народе бродит эта идея, что он мертв, и что доказательств нет, это уже само по себе такой дестабилизирующий фактор. Ну вот, в России любят все секретить, любят из всего делать гостайну, поэтому, на мой взгляд, он скорее мертв, чем жив, но посмотрим, всякое может быть, там наверняка какие-то сейчас идут битвы, схватки бульдогов под ковром, какой-то бурленый говн там происходит, поэтому трудно судить, но насколько они пытаются вот какие-то видео нам просто впарить, и чтобы мы в это поверили, вот просто видно, как они хотят, чтобы вы, ну поверьте нам, пожалуйста, поверьте, вот смотрите, вот теперь вы нам поверьте, вот что у меня это только порождает новые и новые сомнения. Ну а в целом, вот я помню, как Бильды, еще ряд западных изданий писал о том, что, мол, после смерти Пригожина следующей жертвой Кремля, не Путина даже лично, а как бы кого-то из групп влияния Кремля может стать следующей жертвой Кадыров. Как считаете, вот могли бы поспособствовать ухудшению его здоровья? Ну так, чисто это в теория вписывается в ваше миропонимание? Да. Ну а почему они Навального могли отравить, Карамурзу могли отравить, Быкова могли отравить, а Кадырова вдруг не могли отравить? Да, были слухи о том, что они пытались отравить Абрамовича, Абрамович это все до сих пор пытается опровергнуть, да. Были слухи о том, что они пытались отравить Чубайса, а потом сказали, что нет, это у него приступ какой-то редкой болезни, вот, и так далее. Ну почему нет, отдел вот этот ФСБшный по отравлению разных людей, он работает, у них какие-то, каждый день какие-то новые задачи стоят, они какие-то проекты, у них в разработке, можете даже не сомневаться, поэтому постоянно они кого-то подтравливают, да, и у меня даже нет сомнений, раз отдел существует, значит, какая-то работа должна производиться, но не зря же там сидят, между прочим, люди с высшим образованием, врачи, химики, получают свои зарплаты за что-то, ну, наверняка они какой-то деятельностью занимаются. А что касается Кадырова, послушайте, ну, давайте посмотрим вот ретроспективно на вот эти полтора года. У меня такое впечатление, что с самого начала кадыровцы решили, что это не их война, и они не собираются воевать за Россию, это война русских. Они делали вид, что они воюют, они снимали тиктоки, они там показывали какие-то героические ролики, делали какие-то такие заявления, да, ну, это просто жалкое зрелище, особенно помните, когда Кадыров снял ролик, что Зеленский, значит, перед ним капитулирует, да. Ну, просто дикость какая-то. Поэтому мне кажется, что Кремль пришел к тем же выводам, что кадыровцы не хотят, чтобы чеченцы воевали в этой войне вместе с русскими. Возможно, его и траванули, возможно, его хотели напугать и призвать к порядку, чтобы они действительно активнее подключались к военным действиям, ну, потому что кадыровцам что-нибудь там не поручали, они там в пробках застревали, ну, и так далее, и так далее, то есть явно, что у них не было особо сильной мотивации воевать. Приехать там куда-то пограбить, отжать что-то, может быть, в заградотрядах постоять, да, но они же, в принципе, официально, они Росгвардия, да, они же не войска, они же не боевые подразделения, они же просто Росгвардия, да, то есть для того, чтобы разгонять мирные демонстрации, и митинги протестов, вот для этого они, на самом деле. Это вы вот Чубайса вспомнили, хотел еще ваше мнение тоже получить по поводу колкости, который отпустил Путин в сторону Чубайса. Для наших зрителей, кто пропустил, он сказал, что вот Чубайс уехал, мол, эмигрировал в Израиль, наверняка там, даже не наверняка, он утвердительно сказал, взял там себе имя Моша Израилевич, да, вот это не первые уже такие шутки, такие с душком антисемитским от Путина мы слышим, и от Лаврова в том числе, то есть даже не какие-то, ну да, их тоже можно фриками назвать, да, но я не говорю о там каких-то штатных фриков с Соловьевского ТВ, все-таки, ну, полномоченные лица, да, это как ни крути, ну, принято же называть там эстеблишментом, да, и вот эти усиляющие, вообще видите ли вы эту динамику усиления каких-то вот антисемитских, там, не нарративов, но таких, скажем, настроений, ненастроений, высказываний среди российского политикума? Ну, безусловно, безусловно. Слушайте, даже если предположить, что Чубайс поменял в Израиле имя, ну, предположим, да, хотя это полная чушь, чушь собачья, но предположим даже, но отчество, я не слышал такого, чтобы кто-то менял отчество. В Израиле вообще как такового института отчества нет, мы не обращаемся друг к другу по имени отчества, обращаемся по имени. В удостоверении личности написано имя отца и имя матери, то есть отчество и, значит, имя матери, не знаю, матьчество, да. Я, например, за 33 года просто потерял этот скилл, то есть вот мне представляется, кому-то надо обращаться по имени отчества, для меня это просто настоящая пытка. Во-первых, я это отчество все время забываю, забываю его произносить, вообще забываю. То есть для меня это просто, ну, вот утерял я этот скилл, касающийся отчества. И в Израиле вообще не существует. Сказать, что человек в Израиле стал Маше Израилевичем, поменял свое отчество, то есть это просто дичь. Это просто дичь и полная ахинея, я не знаю, какой там ему сайт показали, да, какой там интернет ему распечатали, да, он же, я же не поверю, что он сам там сидел в интернете. Какой ему там интернет распечатали, я не знаю, но просто бред сивы кобылы. Да, действительно, в бывшем Советском Союзе очень многие евреи меняли свои имена на более такие благообразные. Там Арон становился Аркадием, там, не знаю, Хайм становился Ефимом, Борух становился Борисом, действительно, как говорила Талызина, да, который всех решил вывести на чистую воду. Алла Пугачева никогда не была Боруховной, ее отец Борис Пугачев абсолютно русский человек, да. То есть, ну, конченый идиотизм. Но, действительно, многие евреи в Советском Союзе меняли свои имена, чтобы они звучали менее по-еврейски и тем самым не провоцировали антисемитов. И многие из них, когда возвращались в Израиль, возвращались к своим еврейским именам, действительно, имело место такое действие. Но, причем тут Чубайс, да, он вообще-то Анатолий, где Анатолий? Ну, вот Шаранский был Анатолием, стал Натаном, да, но это хотя бы похоже, да, но из Анатолия превратиться в Моше Израильевича, но это полный бред. А что касается путинской риторики, ну, да, мы возвращаемся абсолютно во времена государственного антисемитизма при Советском Союзе, по крайней мере, риторика та же, риторика очень напоминает. Я думаю, что структурный КГБшный антисемитизм Путин всегда с собой нес по жизни, и я думаю, что это никуда от него не девалось, хотя его пытаются представить как некого юдофила, как человека, которого всегда окружают евреи. И, знаете, любой антисемит вам тут же скажет, что у него есть любимый какой-то любимый еврей, и это подтверждает тот факт, что он не антисемит. Нет, это не подтверждает. И в конечном итоге, ну, вот война проиграна. Сейчас надо будет искать виноватых. Кто обычно, кого обычно удобнее всего сделать козлом отпущения? Ну, ответ очевиден, тем более, что Владимир Зеленский евреи, и они об этом уже заявляют. А теперь прибавьте к этому Аллу Борисовну Пугачеву, который тоже сделает еврейку, там и всех остальных отщепенцев, всех вот этих Шендеровичей, Ходорковских, там и так далее, Максимов Кацев, всех вот этих российских оппозиционеров, очень так даже вырисовывается, кто будет в конечном итоге виноват во всем вот этом развале, во всем вот этом крахе, вот этой катастрофе, которая приближается к России с мемельными шагами. Давайте, цвей, напоследок еще не могу с вами не обсудить. Интересные вообще и такие быстро развивающиеся события происходят, на Кавказе, вот, сепаратисты в Карабахе заявили, что с 1 декабря полностью прекращают свою деятельность, распускают так называемое правительство Нагорного Карабаха. И, в общем-то, ну, планомерный достаточно процесс, но мне вот любопытно стало, значит, в Азербайджане Алиев извинился за гибель российских миротворцев в Карабахе. Да, мы помним, как Минобороны России говорила, да, у нас РМО-контингент находится на территории, ну, так называемого Нагорного Карабаха, вот, будет угроза их жизни. В итоге 6 или 8, если не ошибаюсь, только по официальным данным миротворцев, значит, были убиты. За это извинились в Азербайджане, ну, и, собственно говоря, как-то и все. Я понимаю, что наверняка не их задача была отстаивать, там, какие-то, значит, само, не знаю, административную единицу, которую, как сами считали, там, да, правительство этого Нагорного Карабаха, они себя представляли, но, как минимум, предотвратить силовую ликвидацию, наверное, да, этого формирования, наверное, ну, такая задача у них была. В целом, почему так вяло отреагировал Кремль? Даже сейчас, вот, когда Пашинян критикует от ДКБ и собирается стать еще одной страной, которая ратифицирует римский статут и станет еще одной страной, которая должна будет Путина арестовать, Путин все равно продолжает говорить, у нас с Пашиняном отличные отношения, у нас все хорошо, никакого похолодания, мол, нет. Ну, Путин, как всегда, врет. Ну, давайте разбирать ваш вопрос с самого начала. Смотрите, если хирург делает очень точную и блестящую операцию своим скальпелем, но при этом задевает какой-то мелкий сосудик и образуется небольшое кровотечение, которое потом приходится дополнительно как-то устранять. Ну, естественно, он извинится перед пациентом. Это просто правило хорошего тона, потому что убивать миротворцев, чьими бы они ни были, это плохо. Алиев виртуозно провел эту операцию, она могла закончиться гораздо большей кровью, гора, там могло быть просто море крови. Он провел ее виртуозно, зашил швы, да, все это, поставил скобки, и последнее, что ему надо было для того, чтобы окончательно помыть руки, это вот принести извинения за гибель миротворцев. Понятно, что у азербайджанцев не было приказа стрелять по российским миротворцам, ну, просто не было. Видимо, что-то там произошло, я думаю, что какое-то расследование они будут производить. Ну, да, Карабахская, вот этот самый Арцах, я думаю, что больше не будет существовать. И это, кстати, вот с точки зрения Украины. Ну, посмотрите, с 2014 года в Украине очень многие говорили, что вопрос Крыма военным путем решить нельзя. И то же самое, кстати, говорили про Карабах. Вопрос Карабаха военным путем решить нельзя. И решил. Начал в 2020 году и закончил в 2023. И я думаю, что, да, отдельно как бы стоит гуманитарная сторона этого вопроса. Безумно жалко армянский народ, народ с трагической судьбой. Но в конечном итоге, в конечном итоге, я не знаю, мне очень хочется верить, что азербайджанцы не устроят там новую резню армян. Но я думаю, что большинство армянского населения покинет, добровольно покинет территорию Карабаха, и он станет частью Азербайджана, как и каковой он является, в общем-то, по международному законодательству. Да, второй как бы, вторая параллель, которую можно провести, да, что все вот эти, весь вот этот исторический ракурс, да, ведь Карабах начинался с чего? Что армяне приводили какие-то исторические документы о том, что это их земля. Азербайджан, естественно, в ответ тоже начал приводить какие-то свои исторические документы о том, что это их земля. И все это начало восходить, там, не знаю, каком, 15 веку, 10 веку, 10 веку до нашей эры, там, и так далее, и так далее. Это все безумие. Если мы сегодня в мире начнем разбираться, чья территория, какому народу принадлежит исторически, то у нас по всему миру начнется то, что мы видим сегодня в Украине, то, что было 35 лет в Карабахе, то, что мы видели в Косово, то, что мы видели в Боснии и так далее. Это вот просто весь мир зальется кровью, потому что, ну, так проводились границы. Границы проводились несправедливо. Посмотрите, в Африке, в Азии просто под линейку проводили границы. Ровненько так. Так было удобно британцам, французам и другим колониальным державам. Вот. И да, границы несправедливы, но если раскрыть этот ящик Пандоры и показать, что можно пересмотреть государственные границы, основываясь на каких-то исторических фактах, то мир просто зальет волна крови. И это то, чего никто не хочет на сегодняшний день. И абсолютно проходит параллель с Украиной, вот с этой путинской риторикой, что деды воевали, исконно русские земли, Ленин создал Украину, Хрущев подарил Крым там и так далее, и так далее. Это все на уровне разговоров или каких-то там исторических диспутов. Вот там оно может существовать каким-то образом, но подменять собой международные права, международные избранные границы не может. И это вторая параллель, второй урок, который мы можем вынести из того, что произошло в Карабахе. Гуманитарная ситуация – это совершенно другой вопрос. И здесь, конечно, наши сердца с армянским населением Карабаха, народ с трагической судьбой, и, скорее всего, большинство из них превратится в беженцев. Хотя кого сегодня вы удивите беженцами? Сколько миллионов армянцев стали беженцами? Последнее просто, про такую вялую реакцию Кремля. Хотелось бы на финал в этой ситуации конкретной. Слушайте, Кремль, во-первых, как мне кажется, Путин обо всем договорился с Эрдоганом. Ну, Эрдоган не просто так ездил в Сочи, не просто для того, чтобы констатировать факт, что зерновой сделки больше нет. Ну, они же что-то там обсуждали. Ну, наверняка. Наверняка Эрдоган сказал, что Азербайджан будет заканчивать с этим. И наверняка Путин сегодня от Эрдогана зависит гораздо в большей степени, чем Эрдоган от Путина. Эрдоган использует это в свою пользу, мы видим, ну, просто повсеместно. И в Ливии, и в Сирии, и в Армении, и в Карабахе, естественно. И в результате Армения вообще оказалась без союзников. Поэтому, ну, а что теперь России реагировать? Реагировали в основном российские армяне, которые в Карабахе никогда не были, да, но у них свое мнение по этому поводу. И Симоньян, и все остальные. И вот эти армянские олигархи, около кремлевские, которые заправляли всем в Армении. Да и в Нагорном Карабахе, что этот Рубен Варданян арестованный азербайджанцами, абсолютно российский олигарх, который там что-то в Сколково мутил, которому поручили, да, Карабах на всякий случай, чтобы оставалось это в своих руках. Да, поэтому, ну да, они, наверное, надеются сейчас свергнуть Пашиняна, хотя Путин заверяет в своих прекрасных отношениях с ним. Но я так не думаю, Путин вообще не любит каких-то лидеров, которые пришли к власти в результате народного выбора, в результате Майдана, в результате какой-то оранжевой революции без согласования с Кремлем. То есть Пашинян с самого начала был для Кремля как красная тряпка, и они надеются, что снова там власти вернутся, там условные Кочаряны, Сараксяны и другие московские армянские кланы. Спасибо, Ацви, что помогали сегодня в довольно сложных темах разбираться, так простыми словами. Израильский журналист Визильбер, ведущий радиостанции «Лучше радио Израиля» сегодня был с нами. Друзья, ссылку на «Лучше радио Израиля» найдете в описании к этому видео. Так что не забывайте, Дмитрий Гордон, Олеся Бацин, гостях у Гордона. И лайкайте, беседе обязательно, пускай большее количество людей выйдет в наш сегодняшний разговор. Спасибо, Ацви, что были с нами. Друзья, вам спасибо, что смотрели. Спасибо, зовите еще. Всегда рад, мне только в кайф. Благодарю вас.